Всем привет, дорогие друзья! С вами снова это NataSpace, и сегодня я бы хотел сделать быстренькую распаковочку на конструктор KSZ Pirates. На самом деле это у нас линейка китайских наборчиков, мини-фигурок по серии Пиратов Карибского моря от LEGO. Вот раз это у нас Bootstrap Bell. Вот такая вот замечательная фигурка. Это Билл Тёрнер. Хотел его давно, он был только в одном наборе, по-моему, в чёрной жемчуге. И здесь мы можем видеть другие фигурки, которые по большей части у меня есть. У меня есть Маккос, у меня есть Джек Воробей, у меня есть Дэвид Джонс, этот у меня есть Леговский, ну и всё, у меня больше никого нет. У меня больше никто, в принципе, и не нужен. Там был ещё Билл Тёрнер, но у меня не хватило 5 гривен. Кстати, в том магазинчике маленьком Игромакс там дешевле, всё, на 20 гривен дешевле, чем с сайтами, мини-фигурс.ком. Что странно. Не что странно, что, в принципе, понятно. Ну и давайте его уже раскроем, посмотрим, как же всё внутри. Но эта компания хорошая, доволен. Китайцы, они стали делать более-менее качественные поделочки на Лего, что здорово! Ну и эта коробка идёт в небытие. Так, вот самая фигурка, она здесь у нас запечатана. Ну и принтинг так себе, конечно, ну да ладно. Карточки. Ну они во всех таких хренях есть. Даже два, какие-то с карточкой. Ну и давайте его соберём, ну и я вам его уже покажу в собранном варианте. И вот сам Билл Тёрнер. Тот, кто служит на летучем голландце. Приспешник Дэви Джонса. Хотя затем пытается его уничтожить. Вот сама фигурка, принтинг. Опять же, довольно неплохой для китайской фигурки. На лице он немного, ну не такой, какой должен быть. У него тут красное под глазами. Будто бы он энекин, и он только что обгорел на Мустафар. Но на самом деле всё не так. Принтинг на тудущее очень хороший, мне он понравился. Вот шляпка тоже хорошего цвета. На лице так себе, конечно, принт, но сойдёт за 24 гривны. Из оружия у него имеется его саблер, катлос и нож. Нож, которым он даёт своему сыну, чтобы он вырезал своё сердце и стал новым покровителем летучего голландца. Я не знаю, почему Дисней делает пятую часть не про летучий голландец, и не про новые приключения там Вилла и с Джеком, и там много чего. Можно придумать, они делают с Лазарой и вставляют кучу новых непонятных людей, этих актёров, которые кому они вообще нужны, я не знаю. В общем, ладно, не будем загадывать, может всё же получится годнота, хотя я не уверен. Ладно, имеется также в наборе крыска и бутыль, с которым он пьёт ром. Но проблема в том, что он золотой, а на упаковке он показан... А, нет, на упаковке он... Да, он на упаковке показан прозрачным, может видеть. Вот, прозрачный, но... А эти прозрачные. Но он не прозрачный, он, видимо, из золота, они все там такие богатые на этом летучем голландца, что на самом деле нет. Что он бьёт с собой? В общем, вот такая фигурка, довольно неплохая. Опять же, я от этой компании уже брал Дэвид Джонса. И доволен подвижностью, всё отлично, всё на высшем уровне, кроме лиц. Лицо так себе, но и руки немного выглядят ниже, чем леговские. Почему-то мне так кажется, и они немного в бок упирают. Но за 20 гривен, опять же, эта фигурка стоила бы долларов 25, наверное. В общем, очень классно, всем советую, кто найдёт. Все берите, всем спасибо за внимание, всем удачи и всем пока! Продолжение следует...